Здравствуйте, уважаемые зрители! Возможно, многие из вас видели репортаж о соревнованиях по новому виду единоборств под названием драка. Мы рассказывали о соревнованиях чемпионата мира, которые проходили в Лос-Анджелесе. И мы вновь возвращаемся в этот знаменитый американский город, также знаменитый зал-форум, где будут продолжены соревнования чемпионата мира. В предыдущем репортаже мы как раз рассказывали вам о поединке с участием спортсмена из Кыргызстана Сатыбека Исакеева. И он тогда с блеском провел свой поединок против бельгийца Белама Несредина и одержал досрочную победу техническим нокаутом. И вот сейчас Сатыбек Исакеев, вы его видите на экране, будет встречаться с очень популярным в Соединенных Штатах Америки Гектором Пена. Итак, еще раз подчеркиваю, новый вид единоборства под названием драка. Вид спорта, который зародился в России, но стал теперь очень популярным в Соединенных Штатах Америки. Спортсмены легкого веса, формула поединка, 10 раундов. В нашем репортаже, как и в первом, принимает участие президент Российской ассоциации нового вида единоборств драки Дмитрий Макаров. Ну, в ходе поединка я поближе познакомлю вас со спортсменами. Интересно увидеть Сатыбека Исакеева в этом бою. Бою с очень популярным спортсменом, еще раз подчеркиваю, в Соединенных Штатах Америки. Но, правда, Сатыбек Исакеев и в первом бою, о котором мы рассказывали, победил сильного соперника, бельгийца Белама Несредина, который провел до этого 44 боя на ринге. Ну, а теперь у него еще более грозный соперник, Гектор Пена, выиграл 41 бой, 2 поединка проиграл, 2 завершил ничью, причем вот из 41 боя 33 он выиграл нокаутом. Сами понимаете, это очень грозный соперник. И вот чувствуется, он очень уверенно себя ведет на ринге, но в своем зале, где он не раз уже выступал. Я бы сказал, что американец внешне выглядит помощнее. Да, он и несколько тяжелее нашего спортсмена. Кстати, Гектор Пена, чемпион мира, неоднократный чемпион мира по нескольким версиям кикбоксинга, и в основном в полусреднем весе он выступал. Итак, напоминаю, формула боя 10 раундов. Боя за звание интерконтинентального чемпиона. Что там произошло? Боя, броскат повредил, лад. Делает. Я думаю, что сейчас окажет помощь Сапибеку и Сакееву, и поединок будет продолжен. Это бывает, знаете, так вот, даже в боксе иногда можно попасть в глаз с большим пальцем перчатки. Американский спортсмен в темных трусах, вот он сейчас справа, и ждет начала поединка. И кто из вас смотрел наш первый репортаж, вероятно, помнит, как Сапибек и Сакеев тоже немножко, так сказать, осторожно начал поединок, но затем, как бы приглядевшись своему сопернику, перешел к активным действиям. Ни к чему показывает ведущего, и вот идет острейшая схватка. Посмотрите, как активно стал действовать Сакеев. Очень высокотемпный, наверное, вектор нашим спортсменам. И очень удачно провел Сапибек и Сакеев. Сейчас прием. Этот прием, проведенный американским спортсменом, мы видим его ринга, а на спецфальтах, спортсмены этого спецподразделения, занимают активное участие в пропаганде и развитии этого нового единоборства. И я надеюсь, что на предстоящем турнире мы увидим их уже непосредственно участниками самого турнира. Очень темпераментный поведенок. Но я еще раз напоминаю, что в первом бою Сатебек и Сакеев проявил просто незаурядные способности, очень разнообразно действовал. Маркус Розауэс, ветерин-рэф-рэйсер, нет пунктов отчетов. Он хочет Сатебек, чтобы убить его глазки, как Вайс Пене. Одна вещь, что я люблю в борьбе с этими двумя парнями, это, понимаете, что нет пейсов, они both fight the same way. They both pitchers for defense going for a knockout. Хорошо сейчас действовал Гектор Пена, он заработал очки, сбил на нас силы ринга Сатебека. Пытается перехватить инициативу Сатебека. Сам идет вперед, но не очень удачный удар. Вы знаете, мне кажется, что вот у Сатебека хорошо получалось в первом его поединке, когда он действовал на средней и даже на дальней дистанции. Вот когда он идет в захват, он в этот момент проигрывает Гектору Пене. Мне несколько слов о Сатебеке Исакееве. Он чемпион Евразии по кикбоксингу. Одержал на ринге 18 побед, два поражения, одна ничья. И вот из 18 побед, 12 он одержал нокаут. Его тренирует Александр Войнов. Вы знаете, это очень болезненная травма, когда даже слегка заденешь, даже иногда сам себя, так сказать, пальцем в глаз неожиданно наткнешь, что это действительно неприятные ощущения. Второй раунд. Он дал, первый раунд дал некоторые преимущества Гектору Пене. Но, как говорят, в таких случаях еще не вечер. Только второй раунд из 10. И молодец, посмотрите, как опять же активно действует Сатебек Исакеев. Очень, очень акцентированные удары, конечно, прекрасные движения. Так, да, рукой в разрез. Сатебек за предыдущей атаку заработал 3 очка. И посмотрите, он, главное, в высочайшем темпе ведет поединок. Хорош парень. Пытается сбить темп Гектора. Вяжет руки. Вот эти неудачные последствия. Они пытаются остановить им. Но вы помните, в первом бою, Дмитрий, Сатебек все-таки очень часто пользовался ударами ногами, да? А вот сегодня больше пока, ну так вот, борцовских приемов и боксерских. Очень разнообразно. Сейчас он только один удар в этом раунде прошел. Кроме того, что не выдавец. Но и Гектор это не позволяет. Трудно, наверное, пипусть нашему спортсмену, потому что... Дмитрий, который помогает из-за стены. Ох, какой удар пропускает. А теперь Исаакеев. Молодец, устоял. И что тут у нас? Опять глаз попал. Нет, вы знаете, все-таки это в глаз попал. И первый раз, и второй, вот он никак в себя не придет. Но я думаю, что вот этот эпизод придаст какой-то мере злости спортсмену из Кыргызстана. Но я имею в виду, в хорошем смысле, хорошей спортивной злости. Да, конечно, сегодня у Исаакеева соперник нелегкий. Да, гораздо сильнее, между Белан, на середину с Берги. Еще раз напомню, что американец Гектор Пенов неоднократный чемпион мира по нескольким версиям кикбоксинга. Ну и еще раз скажу, что из 41 победы, которую он одержал на ринге, 33 нокаута. Это просто впечатляет, и любого соперника может в шоковое состояние привести. Хотя я говорил вам о том, что Сатебек Исаакеев обладает, бесспорно, истинными бойцовскими качествами. Он очень такой агрессивный парень. Ну и к тому же, хорошей техникой владеет. Вы знаете, Дмитрий Борюшков бы не закончился. Да, вы знаете, заканчивается поединок досрочно, потому что ввиду невозможности продолжения схватки, все-таки сам вот это повредил, вот неудачно. Я не думаю, что это умышленный был в первом, во всяком случае, удар Гектора Пенов, но он попал первый-второй раз в глаз. У нас спортсмена такого уровня, как Гектора, он, конечно, неудачно, потому что кто-то в этот раз ему повезло. Но соперник, я имею в виду, Сатебека был, конечно, очень серьезный, и мы потеряли прекрасное зрелище. Да, к сожалению, спортсмен из Кыргызстана не может продолжать поединок, но, вероятно, дочка Гектора Пены. Итак, победа присуждается американцу Гектору Пенов техническим нокаутом. Итак, Гектор Пена награждается поясом интерконтинентального чемпиона, и Игорь Ежов вручает пояс победителю. Я назвал вам имя Игоря Ежова, это родоначальник вот этого необычного, интересного вида спорта, драки. Ну, а теперь следующий поединок. Боксеры первого полусреднего веса, формула боя 10 раундов, это поединок за звание интерконтинентального чемпиона, представитель Кыргызстана Джумбулат Амантаев и американец Дэни Стил. Итак, бой начался. Рефери Дэни Стил. Первый раунд. Пока идет разведка. Смотрите, как присматриваются спортсмены друг к другу. Довольно-таки осторожно действует. Вот Джумбулат сейчас сделал выпад. Сначала ногой, затем боковой левый. Отличная атака. Вы знаете, Дмитрий, вот, наверное, надо обратить внимание, очень аккуратно начали поединок и хорошо защищаются и тот, и другой. Спортсмен Кыргызстану, он же, как будто бы, что-то не смущает американцев. Он охаянно потихонечку идет вперед. Как бы он навязывается, дать ему голову. Вот сейчас молодец Джумбулат Амантаев. Он перехватил атаку американца и, удачно, как раз находясь у кранатов, удачно контратаковал. Джумбулат Амантаев сейчас в левом углу ринга. Вот мы сейчас видим спортсмена из Кыргызстана. Он чемпион Европы 96-го года по кикбоксингу. Его тренер, все тот же Александр Войнов, который очень продуктивно трудится в Кыргызстане. Мы уже видели двух его учеников на ринге. Это Сатебека Исакеева и Малека Барбашева. Джумбулат Амантаев одержал 20 побед на ринге. Два поражения, один бой закончил ничью. И вот из 20 побед 13 он выиграл нокаут. Пока я думаю, что это поединок равных соперников. Манера американца напоминает действия бойцов, которые работают с футайским боксом. На ринге драки называются совершенно различные системы. Как мы видим, и борцы, и спортсмены по джипсу, по боксу, они могут найти свои применения на ринге, и если есть отличная подготовка, то они и побеждают них. Ну, надо сказать, что Джумбулат Амантаев в лице Дэни Стилла встретил очень сильного соперника. Достаточно сказать, что Дэни Стилл пятикратный чемпион мира по кикбоксингу. Ну и также чемпион, интерконтинентальный чемпион в этом виде единоборств драки 97-го года. Ох, попытка сейчас атаковать великолепная была, да? Я думаю, Чак Норрис мог бы позавидовать этому приему на большой скорости. Прекрасно, молодец, надо отдать должное Джумбулату, что он проявил великолепную реакцию и ушел от этого, я бы сказал, нокаутирующего удара. Чак Норрис является регулярным почитателем тех портовых и чемпионатов по версии драка, и мы можем его практиковать на большинстве турниров. Пока, на мой взгляд, Джумбулат не выглядит достойно. Очень добрый, пожалуйста, готов к радуной арбе. Вот послужной список Дэнни Стилла. 31 победа, причем 24 он выиграл нокаутом. Три поражения, два поединка завершены ничью. Три поражения, два поединка завершены нокаутом. Три поражения, два поединка, два поединка, два поединка, два поединка, два поединка. Вы знаете, Дмитрий, вот чувствуется большой опыт, уверенность. Это заметно все по действиям Дэнни Стилла. Да, конечно, это очень опытный спортсмен, и его титулы говорят о том, что... ...в этом бою. Вы посмотрите, молодец, Джумбулат Амантайев. Он бы даже жестом показал, ну давай, давай, иди на меня, я попробую тебя контратаковать. Очень достойно ведет себя, молодец. Хватит ли у него сил на 10 раундов? Очень жесткая, на мой взгляд, навязана американцам нашего спортсмену техника. Постоянные ногами в нижний уровень, так называемый лау-кик. Жесткая они работают, и... ...нудно дать кому-то преимущество. Да, чуть было не получился сейчас прием у Дэнни Стилла. Великолепная контратака была. Ну, не знаю, нам не показывает рефери, да. Он засчитывает... ...зачитывает прием, проведенный Джумбулатом Амантайевым. Амантайевым. Своим преимуществом. Тем преимуществом, что он левша, что он боксирует в правосторонней стойке. Я думаю, что у него должен быть хороший удар с левой. Интересная деталь будет, я не знаю, согласитесь со мной или нет. Как только американец проводит прием, Джаббулат считает своим долгом тут же ответить, тут же. Это чтобы показать зрителям, кажется, что он никак не обеспелажен, что его не очень волнуют, будем говорить, титулы американского спортсмена. Да, он пытается выглядеть достойно. И действительно выглядит достойно своего соперника. В этом зале можно встретить разных людей, почитателей этого вида спорта. Здесь есть и представители искусства, и бывшие спортсмены. Я думаю, что мы увидим еще несколько интересных лиц в форуме. Четвертый раунд. Отлично. Прекрасно сейчас действует Джаббулат. Я думаю, что ему надо остерегаться подсечек со стороны Дэнни Стилла. У того, что чувствуется этот отработанный прием. Ну, у каждого спортсмена есть какие-то свои, да, свои приемы, которые он хорошо, так сказать, отработал на тренировках. Спортсмены Киргизии, конечно, демонстрируют прекрасную боксерскую подготовку. Дэнни Стилла, он действительно крепыш, он такой, как гриб, воровик. Плотники, а ноги, посмотрите, какие у него, у него накачанные ноги. И вот его очень трудно сбить. Уже несколько раз удачно проводил прием Джаббулата Монтаев, но тот хорошо стоит на ногах. Знаете, боксеры обычно говорят, покажи, как ты двигаешься, покажи твои ноги, мы скажем, какой ты боксер. А здесь тоже умение вот так стоять, вот смотрите. Умение располагать. Да, конечно. Ну, вы знаете, пока, во всяком случае, Джаббулат не уступает сопернику. Вот, пожалуйста, что он еще и демонстрирует. Вот так. Отличная атака, отличная атака Джаббулата Монтаева. И вы знаете, у меня такое впечатление, что он все-таки вот выигрывает этот раунд. Выигрывает. Я думаю, это самый интересный бой из всех, что мы видели. Во-первых, такие два достойных соперника. Очень разнообразно действуют. И хорошо стоят на ногах, и вы как правильно сказали, и хорошо держат удары. Пытаюсь его держать на дистанции, постоянно, американцы, наш спортсмен. И, видимо, он все-таки его немножечко побаивается вот на морслях, как вот у тебя. Ну, понимаете, когда встречаешь соперника, от которого ты ждешь, так сказать, меньшего мастерства, то ты в какой-то мере становишься в тупик. Так что здесь... Ну, видите, пошел Дэни Стил такую решительную атаку, и молодец. Замбулат, он хорошо кружит по рингу, сдерживает атаки соперника, и пытается, пытается сам контратаковать. Отличный удар ногой, великолепный. Немножечко примитивно сейчас действует американец. Он демонстрирует какой-то такой нерезультативный напор, на мой взгляд. А вы знаете, вот мне кажется, недостаток Джамбулата Монтаева в том, что он одиночными ударами действует, как ногами, так и руками. Вот нет серийности, которая позволила бы ему, ну, как говорят, задавить своего соперника. Вот сейчас можно продолжать. А так вот ждет момент, он хорошо закрывается. Дэни Стил. Вот видите, а ты призываешься, ну, давай, 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 иди на меня, давай, иди. Да, побанит ему. Джамбулат. Ох, молодчина. Молодчина, Джамбулат. Как отлично подсек американца. Вы знаете, я не думаю, что Джамбулат побаивается Дэни Стилла, но он просто титулы соперника заставляют его быть более осторожным. С приемной защитой, и прозвучал гон. Я думаю, что с точки зрения тактики Джамбулат не проигрывает соперник. Даже временами, мне думается, что он будет как-то предпочтительнее. Хотя вот эта такая агрессивная манера Дэни Стилла, и потом такая его, я бы сказал, сверхуверенность, она импонирует, естественно, зрителям, поскольку это их любимец. По-моему, зритель скидал в своих симпатиях, разделился. Многие, я смотрю, зрители поддерживают и спортсмена из Кыргызстана. Ну, мы не должны забывать, что Лос-Анджелес – это один из самых таких интернациональных городов Америки, где очень много выписок из лучшего Советского Союза. А потом есть категория зрителей, которые всегда болеют за заведомого аутсайдера. Здесь, конечно, первым номером считается Дэни Стилл, пятикратный чемпион мира. Не удалось. Не удалось сейчас опрокинуть Дэни Стилла. Откровенно говоря, я думал, что Джамбулат Амантаев больше будет применять боксерских приемов. Однако это не так. Ногами хорошо работает, и даже подсечки великолепно делал, уже не один раз. Дэни Стилл, конечно, сирийный он был, но вот этот стиль заканчивается от один-два удара. Вот это не позволяет ему дорастить свои приемы. Американцы. Рука-нога и отходит назад, не развивая свой оттеку. Вот уж поистине коса нашла на камень. Ну, то, что сейчас демонстрирует Дэни Стилл, это, в общем-то, из области действительно профессионального шоу. Хочет показать, что ничто его не волнует, и он, так сказать, имеет преимущество. Я совершенно согласен. Даже пропуская удары, он продолжает двигаться вперед на противника. Да, психологически действует, конечно, не та еще. Ну, то, что в спорте психологическая атака это очень важный компонент любого поединка. Но мне очень нравится Джимбулат Амонтайв. Очень. То, что он подготовлен разнообразно, это уже говорит о многом. Владеет приемами нескольких видов единоборств, и потом он обладает истинным бойцовским характером. это тоже очень важно. Знаете, иногда мы, комментаторы, говорим, что вот опыт молодости, опыт побежда. Это, может быть, немножко трафаретно звучит. Это аксиома как будто. Но ведь это действительно так. 31 победа, 24 нокаута, 5-кратный чемпион мира. Это звучит, естественно. Может быть, другой бы, как говорится, сдался уже сразу. А посмотрите, как ведет этот поединок Джимбулат Амонтайв. Ну, ни в чем не хочет уступать знаменитому спортсмену. Как говорят в боксах, фиктует своей передней рукой, вызывая. Да, он еще и сдерживает все-таки Дэнни Стилла. Да, и потом все-таки по-прежнему очень осторожен. Осторожен Джимбулат. Он как бы ожидает какого-то неожиданного хода со стороны Дэнни Стилла. Отвлек, молодец. Прекрасно реагировал на атаку американца. И тут же принес ответный удар. И здесь сейчас в ближнем бою хорошо сработал ногой. Американец обладает плакившими ударами и руками, и ногами. Это, конечно, вынуждает Джимбулата быть предельно осторожным в ближнем бою. Отмечу действия рефери тоже Дэнни Стилла. Почти одинаковый Дэнни Стилл. Дэнни Стилл. Посмотрите, он все время на чеку, зная возможности американцев, так как говорили его нокаутирующих возможностей. Если вы помните в первом нашем репортаже, когда явно опоздал рефери и это привело к тому, что спортсмен получил тяжелую травму, здесь, особенно в таком единоборстве, где много разнообразных приемов, нужно быть постоянно на чеку, постоянно следить за действиями участников поединка. Тоже как будто аксиома, но тем не менее вижу, посмотрите, как он все время наготове рефери. Отмечу, что рассержен Дэнни Стилл нервничает, но что-то не получается и он не ожидал такого упорства со стороны неизвестного для него спортсмена из Кыргызстана Замбулата Монтайва. Что ж ты не падаешь в то все время как будто хочешь этого сказать. Поразительно то, что огромный запас сил захоронили спортсмены. Огромный запас. Прекрасный физический подготовка была в спортсмене. Прием засчитан американскому спортсмену, дэнни Стилл но американец недоволен. Он ожидает, что после каждого удачно приведенного удара, будь то ногой или рукой обязательно должен быть нокаут. Что ж такое у него? Просто удивительное упорство из Кыргызстана. Он, наверное, даже не знает, где эта страна находится. Дэнни Стилл стал промахиваться. Молодец, Замбулак, просто потрясающая реакция. Да, и рефери тут как тут. Прекрасный поединок. Независимо от того, кто будет признан победителем, хотя я отмечу, что все-таки на 2-3 раунда в общем-то оставались за Джамбулатом Амантаемом. Как тут подсчитает судьбу, это трудно нам сказать. Но 9-й раунд. Два раунда остается провести спортсменам. Они говорят о том, что им нравится этот бой. Это настоящее шоу. Два мастера демонстрируют на этом ринге сейчас. раунда. Да, вот или на таких поединках приходит настоящий опыт. Только с такими мастерами. я просто на 200% уверен, что Дэнни Стил не ожидал встретить такого сопротивления со стороны Джамбулата Амантаема. Чувствуется, что Джамбулат ведет поединок из последних сил. Нужно чуть-чуть, по-моему, изменить направление движения. Выходит хорошо от удара соперника, но надо все-таки самому действовать. Как будто услышал у вас изменение направления и вернуться к первой армии. Американец не позволяет ему. Знаете, преимущество Дэнни Стил в том, что он все время идет целенаправленно идет вперед. Даже если у него что-то не получается, он постоянно дарит. А ведь это очень тяжело вот так защищаться, отходить. боюсь, боюсь, здесь сказать, ну, будь бы я среди судейской бригады, наверное, некоторые преимущества дал бы все-таки Дэнни Стил наверное. Ну, так, я понимаю, когда каждый судья, я сам не раз был арбитра, и знаю, что когда ты скрупулезно считаешь точные удары по каждому раунду, тогда мы с вами такой возможности не имеем, только чисто на нашей симпатии, антипатии, потом вот то, что мы действительно в данный момент видим, уже трудно вспомнить, что было в первом и во втором раунде. Последний раунд. Великолепное зрелище, великолепно. Несколько раз спортсмен Скоргизии пытался применить борцовскую технику, обхватывал своего противника, но очень жестко присыпал этот Дэнни, и он, по-моему, оставил Джонбулат поход в тигаде. Отмечу, что Джонбулат Амантай действительно обладает прекрасной реакцией. Вот сейчас эпизод, когда он блестяще ушел из угла ринга, причем не просто ушел, а чисто. Как бы не закончился этот поединок, но это действительно встретились два достойных соперника. опять посмотрите, как хорошо сработал сейчас Джонбулат Амантай на опережение. Будем немножко поточнее, если проник области сил, неизвестно, как прожился травм. Несколько раз представила возможность сил удачнее контратаковать. Только не только позже на опережение. Я слышал, как сейчас американские коллеги, один из них сказал «good fire», хороший боец, наверняка это он имел в виду Джонбулат Амантайо, потому что это для них открытие. Ну что ж, подождем. Ну а если вот как-то так оценить несколькими словами этот поединок, вот что бы вы сказали, Дмитрий? Ну в первую очередь конечно это прекрасное шоу, но все составляющие этого слова прекрасной физической формы и разнообразная техника это кто-то присутствует в этом бою. Я вот испытал удивительную сушку, что это очень гармоничный спортсмен. Мне думается, что ну я не знаю сказать, что это недостаток Джонбулат Амантайо. Нет, он все-таки осторожничал, понимаете, он ждал каких-то ну каверс, что ли, со стороны соперника, знает, ну вот прекрасно расстаются два соперника Джонбулат Амантайо из Киргизстана и Денис Тилл из Соединенных Штатов Америки. Оба по-моему понравились зрителям и опытнейший опытнейший американец встретил достойное сопротивление со стороны чемпиона Европы. Ну вот пожалуйста, мы с вами неспроста говорили, что бой равный, я говорил, что где-то два-три раунда с моей точки зрения выигрывал Джонбулат Амантаев и он одерживает победу, одерживает великолепную победу и становится интерконтинентальным чемпионом в первом полусреднем весе, победив пятикратного чемпиона мира по кикбоксингу американца Денис Тила. Великолепная победа боксера и простите, по традиции спортсмена из Кыргызстана, ну а вот вам хорошо знакомый суперзвезда отечественной эстрады Филипп Киркоров, который гастролировал как раз в это время в Соединенных Штатах Америки, и надо сказать, он покорил американских зрителей, выступая в Метрополитен-опера, в Метрополитен-опера, а то в этот зал редко пускай, знаете, незнакомых, будем так говорить, артистов, песок. Ну что ж, приятно, что Филипп Киркоров оказался покорником вот этого нового вида спорта. Как он сказал, он специально прилетел для того, чтобы увидеть зрелище. ну а сейчас следующий бой. Еще один представитель Кыргызстана Малик Барбашев и его соперник француз Редон Бугара. Мы решили взять наиболее интересные фрагменты этого боя. Дело в том, что это принципиальный поединок. Они встречались уже на чемпионате мира. Мы в первом нашем репортаже рассказывали об этом поединке, о поединке этих боксеров. Это первый суперсредний вес. Формула боя здесь 12 раундов. И тогда бой завершился досрочно. Уже во втором раунде техническим нокаутом выиграл Малик Барбашев. Сейчас идет седьмой раунд. В цветастых трусах француз Редон Бугара. Редон Ну, этот поединок не столь легкий для спортсмена из Кыргызстана. Во-первых, потому что Редон Бугара специально готовился к этому поединку и, естественно, стремится взять реванш. Малик Барбашев еще один ученик знаменитого Александра Война. В нокдауне Малик Барбашев. Но он готов продолжать поединок. Но я думаю, что сейчас Редон Бугара постарается добить соперника. Вот так действительно постарается. Но посмотрите, тут же Малик Барбашев переходит к активным действиям и проводит великолепный прием. Вот вам по сочетанию видите уже теперь борцовских приемов с боксерскими. И главное, согласитесь, Дмитрий, что он молодец после нокдауна сразу собраться и перейти к таким активным действиям. Умение держать удар и взять инициативу говорить о том, что, конечно, как вы правильно сказали, это величайшая заслуга его тренера Войнова, который не одного спортсмена на этом турнире. Ну, а для тех, кто о ней смотрел наш первый репортаж, я познакомлю вас с участниками этого интересного поединка. Итак, первый суперсредний вес. Нам показывает Малико Барбашево. Барбашево. Он победитель турнира Кубка Звезд среди евразиатских спортсменов по кикбоксингу. Проводит он очередной бой-бой. У него в его активе 22 победы, причем 14 он выиграл, 15, простите, выиграл нокаутом. Три поражения, одна ничья. Ридон Бугара, чемпион мира 97-го года, как раз по этому виду единобор по драке, трехкратный чемпион Франции по кикбоксингу. 28 побед, 5 поражений, одна ничья и 11 нокаутов в его активе. Восьмой раунд. Малик замечание оба спортсмена получают замечание за пассивное ведение поединка, но я думаю, рановато рефери делает замечание подстегнуть. Да, наверное. В конце концов, в каждом поединке, тем более в каждом раунде, бывают какие-то паузы, где спортсмены где-то выжидают, где-то, может быть, немножко даже отдыхают, где-то так говорят. Наш спортсмен принял отличную дачу, переход к атаке в негде. Да, из-за работы Лачко. Вот мне нравится то, что Барбашев берет инициативу в свои руки. Вы уже замечали, что в предыдущих поединках некоторые «Ох, какой великолепный прием!» Так, да, рефери засчитывают этот прием великолепно сейчас. Вы знаете, просто отлично выступает сейчас Малик Барбашев. У него и боксерские приемы удачные. Он и действует приемами карате. И тут великолепный прием борцовский. Малик очень-очень сильный. Он должен быть в душе с в обмене ударов он тоже более точен, Бугара. Мне думается, что Бугара немножко надломлен. Знаете, после того нокдауна он считал, что дело сделано. Не ожидал, что спортсмены из Киргизстана так сразу же предпримет. Ох, какой великолепный боковой левый провел сейчас Малик Барбашев. И еще один, одну очко зарабатывает спортсмены из Киргизстана. Прекрасно. Прекрасно ведет этот бой Малик Барбашев. Ну что ж, надо отметить, что ученики Александра Войнова сегодня превзошли, по-моему, все ожидания. Ну, тот факт, что проиграл Сатабек Исаакеев, он ни о чем не говорит, там просто случай. Получил травму, удар в глаз и не сумел продолжить поединок, но зато его вот товарищи по сборной Киргизстана достойно выглядит сегодня. Вы уже отмечали великолепную победу в острейшем поединке, в острейшем равном поединке Джамбулата Амантаева против пятикратного чемпиона мира по кикбоксингу Дэни Стила. И вот сейчас, сейчас, несмотря на все попытки француза Ридона Бугара взять реванш за поражение на предыдущем чемпионате мира, пока, я думаю, это не получается. Девятый раунд и уверенно Малек Барбашев, несмотря на нокдаун в седьмом раунде, уверенно набирает очки. Я согласен с вами, Дмитрий, он молодец, что он, несмотря на то, что пропускает удары от соперника, он не останавливается, и все-таки продолжает вести поединок в нужной ему манере. Он все время в атаке. Сейчас интересная атака прижима Малек. И попытался таким же техническим приемом ответить француз, но был менее удачлив. Бугара просто не очень busy как будто он этот байт закреплен. Да, это не безопасно в этом моменте. побаивается француз. Побаивается Малека Барбашова. Все-таки он помнит поражение во втором раунде. Проиграл техническим нокаутом. Прекрасная атака, посмотрите. Боковой правый, прямые удары. Вот здесь уж как заправский боксер действует Малек Барбашев. Посмотрите, судья растаскивает спортсменов. Увлекся, увлекся атакой по-моему сейчас Малек Барбашев. Не хватило площадки Римля для спортсменов. Опять опережает Барбашев. Прекрасно прямой левый остановил. Причем точный удар. Челюсть останавливает атаку Бугара. Какой темпераментный поединок. Барбашев. остается действительно только пожалеть нам, что бой Садебека Исакеева с Гектором Пеной закончился так неожиданно ввиду травмы спортсмена из Кыргызстана. Я неспроста сказал, что Малек как заправский боксер. Вы сейчас видели, как он в ближнем бою провел потрясающий апперкот. Удар снизу в голову. Великое желание досрочно победить. Шакил О'Нил великий баскетболист. Великий. Кстати, самый богатый среди баскетболистов не только США, но и всего мира. Кстати, по заработкам с ним может сравниться только Майк Тайсон. Который, кстати, сейчас отбывает сурок в тюрьме в очередной раз. Вы должны его выпустить под залог. Не знаю, выпустили или нет. Опять молодец. Со средней дистанции прямой левый великолепный удар. Я думаю, что зрителям нравится этот бой. Очень хороший прямой левый у Марика. Очень хороший. Он часто проходит у него. Он сейчас, кстати, правда, получил встречный удар. Вот смотрите, все время ведь интересно, что это не коронная его рука, а вот левый он просто великолепно фехтует. Причем, ну как обычно, все-таки, левая рука, она как бы подсобная, защищаешься, держишь соперника на дистанции, а он бьет, просто разит своей левой прямой. блестящий, блестящий проводит поединок Малик-Барбашев, и я думаю, что ни у кого сомнений в его преимуществе нет, он все время набирает очки. Опять прямой левый достал. Похоже, Родон-Бугара никак не может найти противоядие против этого приема. Уже серия ударов. Бугара все время отступает. Как вы оцениваете, Дмитрий, этот поединок? Видимо, француз встретил достойного противника, и попытка взять реванш, он не смог, конечно, выработать инициативу на то, отдав инициативу, он не подобрал, как говорят, ключи киргизскому спортсмену. работникам американского телевидения понравился этот прием спортсмена из Кыргызстана. надо отметить, что американцы вообще любят экстравагантное поведение спортсменов, будь то борцы, будь то боксеры, вот 11 раунд. француза. не останавливается на достигнутом Малиф Барбашев, посмотрите, но забил буквально француза, но здесь пора остановить. Посмотрите, каким приемом останавливает рэпери, буквально как гансерским приемом сзади за шею. француз попрыгал на одной ноге, показывая, что он, дескать, он может продолжать поединок. Ну что ж, судя по всему, бой завершился досрочно, но если в прошлые 12 раунда и поединок был завершен во втором раунде, теперь французу удалось простоять в этом поединке 10 с половиной раунда. Вы знаете, выражаясь в футбольной терминологии, это игра в одну калитку и в одни ворота. Началось буквально в смысле избиение. Блестяще, блестяще провели два поединка представители Кыргызстана Джамбулат Амантаев и Малик Барбашев, ученики Александра Войнова. Ну и в центре внимания зрителей знаменитый американский баскетболист Шакел О'Нил. Ну что ж, конечно, интересно узнать мнение великого баскетболиста об этом новом виде спорта. Я вообще хочу вам сказать, что настоящие спортсмены, какой бы вид спорта они не представляли, они всегда оценивают мастерство представителей других видов спорта. Ну а Шакел О'Нил настоящий профессионал. Ну что ж, нам приятно, что россияне изобрели вот такой вид спорта, который становится популярным в Соединенных Штатах Америки. Да, русский кулачный бой, так сказать, шагнул хоть неделепо делать мяуги. Ну, хотелось бы, чтобы мы видели в этом русском кулачном бою больше представителей России. Но, тем не менее, приятно, что представители бывших союзных республик, бывшие представители Советского Союза достойно выглядят вот на таких ответственных соревнованиях. Итак, Малик Барбашев из Кыргызстана становится победителем и завоевывает звание чемпиона. Вот этот пояс красавец, которому венчан боксер из Кыргызстана. Ну, что ж, я думаю, вы получили хорошее представление об этом прекрасном новом виде спорта. А мы на этом заканчиваем наш второй репортаж. В нем участвовал президент российской ассоциации драки Дмитрий Макаров и Георгий Саркисян. Всего вам доброго. До новых встреч. Драка is here. For one night only, the Worldwide Драка Federation presents Professional Драка Fight World Championship The Great Western Forum. Драка 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 Драка